Китай незыблемо подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и территориальной целости Украины. Это очень важно. Это снимает ряд инсинуаций. Мой китайский коллега четко заявил, что он согласен с тем, что необходим не иллюзорный, а справедливый и прочный мир. Это то, к чему нам нужно стремиться. Другими словами, нет необходимости стремиться к каким-то временным решениям. Я приинформировал его о формуле мира, мирном саммите и наших дальнейших шагах. Я подчеркнул два принципа, которые должны неуклонно соблюдаться. Во-первых, никаких соглашений об Украине без Украины. Во-вторых, как я уже упоминал, полное уважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Если мы будем придерживаться этих двух принципов, то мы сможем участвовать в любых дискуссиях и искать любые решения. В Гуанчжоу 24 июля прошли трехчасовые переговоры. Глав внешнеполитических ведомств Китая Ван И и Украины Дмитрия Кулебы. Где одной из главных тем стало урегулирование российско-украинского конфликта. В целом, нынешний визит главы украинской дипломатии в Поднебесную первый с 2012 года. Кулеба рассказал китайскому коллеге о результатах первого саммита мира, который прошел в середине июня. Он разъяснил логику дальнейших шагов по внедрению формулы мира Владимира Зеленского для справедливого завершения конфликта. При том, что КНР отказалась участвовать в швейцарском саммите из-за отсутствия там альтернативных предложений. Украина готова говорить с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно. Пока в Киеве таких намерений не видят. Украинский министр также заверял Гуанчжоу, что в Киеве придают большое значение мнению Китая. В частности, там внимательно изучили китайско-бразильский консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Речь идет о документе, принятом в конце мая 2024 года. В нем переговоры названы единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса. И есть призыв к проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с обсуждением всех мирных предложений.